В администрации района под председателем Заура Хамирзова прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения. На совещании присутствовали главы сельских поселений, начальники ведомств и управления районной администрации. Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса повестки дня, Заура Скорбевич наградил отличившихся при ликвидации последствий наводнения. Также поблагодарил всех, кто принимал в этом непосредственное участие. Сегодняшнее рассуждение хотелось бы начать с приятного момента. Месяц назад у нас в районе, как и на всей территории Республики Аль-Дукея, был введен режим чрезвычайной ситуации, связанной с палубками. И мне хотелось бы поблагодарить всех, кто участвовал по ликвидации последствий палубки мая 2017 года. Это касается и глав поселений, это касается и МВД, и всех структур Министерства строительства, АДГ, Автодор, Роспотребнадзор. И что очень приятно, очень много людей, простые ребята, которые сами пришли, сами предложили свою помощь и участвовали в ликвидации режима чрезвычайного территории Ташканского края. И разрешите мне сегодня учить грамоты людям, которые принимали их самое активное участие. Почетной грамотой награждает Шовгинова Ибрагима Схадбевича, генеральный инженер. Главного инженера ОАО Кашхабрской адресурки Курмалева Руслана Альевича. Всего комиссии было рассмотрено 4 вопроса. О состоянии аварийности на территории Кашхабрского района за первое полгодие 2017 года и принимаемых мерах по снижению количества дорожно-транспортных происшествий доложил начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Аслан Дауров. За 6 месяцев 2017 года на территории Кашхабрского района застрелено 6 происшествий. Аналогичный период прошлого года 12, при котором погибло 6, аналогичный период прошлого года 2, и 6 получили интересные повреждения. В прошлом году 11. Все эти происшествия нами детально разбираются и делаются, естественно, определенные выводы по времени и месту, и совершению каждого происшествия. На территории района на сегодняшний день очагов аварийности нет. Есть, говорим, опасный участок дороги, потенциально опасный. Это, значит, с 82-го по 132-й километр автодороги Майкоп-Георгинский, Апсибай-Карачаевский. На данном участке погибло 3 человека и 6 получили интересные повреждения. При обследовании мест ДТП сопутствующих условий не выявлено. Это говорит о том, что на сегодняшний день работники дорожных служб относятся с пониманием и с нужными требованиями уличной дорожной сети. Причиной всех ДТП явилась недисциплименность участников дорожного движения. В чем оно появляется? Нарушение скоростного режима, управление транспортом в интерьерном состоянии, выезд на полосу встречного движения. Для снижения количества ДТП и террористских последствий от делом ГИБДД проводится определенная работа. В чем она проявляется у нас? Это работа со средствами массовой информации. Значит, проведением рейдовых мероприятий. Значит, на этот участок нам не обращено особое внимание. На сегодняшний день в круглосуточном режиме два наряда ДТП несут службу на сегодняшний день. Но результат он ясен, виден и очевиден. На сегодняшний день там вроде бы мы добились неплохих результатов на этом участке. Также были рассмотрены вопросы, касающиеся организации безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования Кашхабского района по состоянию на 27 июня и исполнение мероприятий в рамках комплексной программы обеспечения безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы. По данным вопросам выступили директор УАО Кашхабской ДРСУ Ибрагим Шевгенов и начальник управления образованием Касси Киргаш.